Ну что ж, прощай, Барни, мы с тобой увидимся, когда... А, мы с тобой увидимся на станции. Так что еще не прощай, просто пока. Да-да-да, Барни, ты просто читаешь мои мысли. Ну сейчас мы направляемся, наверное, в один из самых сложных этапов игры. О, черт, охотник. То есть, тьфу ты, штурмовик, охотник. Охотников мы даже еще не видели. Этот краб тут неожиданно, еще один. Легко их выносим. Так, лучше тут ломик взять. Видите, с одного удара успокаиваются они. Алекс говорит, отличный выход. Опасно, опасно, опасно. Вообще, локализаторы, точнее, не локализаторы, а сами разработчики поленились озвучивать. Еще и удары ломиков, поэтому даже если ты бьешь, удачно с ломика, Алекс говорит, найт щап. Не помню, но, по-моему, во втором эпизоде это исправили. Ну вот, мы и попали в госпиталь. Наверное, самый сложный момент. Хотя нет. Хотя, скорее всего, последний все-таки. Последний этап на вокзале самый сложный. Этот еще более-менее. Надеюсь, пройдем его успешно. Сейчас нас будет просто мучить тот штурмовик, летать, обстреливать со всех сторон здания и снимать нам хпшки. И Алекс, и Гордону. Ну ничего, я довольно хорошо помню, как проходить этот этап. Вот он, штурмовик. По-моему, детализацию даже повысили, поэтому он такой, да больно летать. Смотрите, у меня по спине бегает Parallax Inclusion Mapping, 8-кратное сглаживание и 16-кратная антизотропная фильтрация. Не знаю, чем ему еще понтоваться. Он объект в компьютерной игре. Комбайны, конечно, гонятся за нашими героями. А гонятся они почему? Конечно, из-за информации, которую украла Алекс в цитадели. Но тут у нас будет небольшое преимущество над ними, так как больница наполнена кучей зомби. А зомби, как вы знаете, плевать, кого мочить. Вот так вот легко обезвреживаем эти мины. Алекс, прыгнувшись, молодец. Сейчас мы два. Сэма Фишера. Гордон Фишер. Гордон Фишман, как его назвал этот рыбак из Lost Coast. Да, немножечко Фишмана поиграли. Оу, и сейчас, сейчас, думаю, нам придется сразиться со штурмовиком. Полностью разрушаемая крыша этого госпиталя. Берем ракеты для ракетницы и саму ракетницу. Да, нам жаль того чувака, который погиб, сражаясь со штурмовиком. Хотя он только стрёмно погиб. Ну что, сейчас мы отомстим. Первая ракета пошла с босса. Первое попадание есть. Шурмовики тут усиленные, и поэтому, в отличие от оригинальных Half-Life 2, в них нужно сделать 5 попаданий, а не 3, как было раньше. Так, первое попадание. Второе, точнее, попадание есть. Сейчас будет и третье. Обратите внимание, что все прикольно рушится. Сейчас не бей. Третье попадание. Четвертое попадание, по-моему. Он, да, он уже дымится. Недолго осталось этой геометрицкой, сволочей. Все, опять попадание. Просто, просто вау. Просто, просто офигенный момент. Все физически корректно, в щепке разлетелось. Вообще прикольно смотрится. Да, Гордон, ты просто зверь. Ха-ха, а ты как думала? Прямо, знаете, так воспаляет. Окей, я же... Ты встанешь или нет? Кстати, нифига, у тебя детализированный глаз, покрытый шейберами, просто. Все, понтоваться теперь он не будет, своим Parallax Exclusion Mapping. А Гордону зато будет, что рассказать детям. Хотя, если так подумать, Гордону дофига будет, что рассказать. У нас появляется комбайна, ну и что, я готов к встрече. Свою немножко кашу. Всегда залезаю вот туда вот. Они тут как на ладони. Очень просто и легко все выносятся. Так, вроде со всеми разобрались. Раке хотел взять, да ладно. Пока мне ракеты больше не нужны. Разминируем еще одну минку. Ой, 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 ой. Нифига себе, как четко была поставлена. Попрыгушка, минка, попрыгушка. Так, подожди, Алик, здесь. Все. О, нифига, 4 дробовика. Ничего себе тут лекарство. Дробовик. Дробовик лучшее лекарство, Аликс, ты разве не знала? Хотя Аликс, ты могла, могла бы давным-давно дробовик подобрать. Но она почему только сейчас его взяла. Почему она его взяла? Да потому что сейчас нам придется сажаться просто с десятками зомби. Ну что, понеслась? Главное, что тут нужно знать вообще на любых уровнях сложности, это то, что ни в коем случае сильно рваться вперед не надо. Но я же на этом этапе люблю как можно быстрее все проходить. Поэтому сейчас вы, надеюсь, увидите вверху у вас гейминг. Я надеюсь, хотя вряд ли. Ни в коем случае не жалеем тут боеприпасы. Можно сказать, предпоследний сложный этап. Если тут жалеть боеприпасы, то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, быстрый зомби. Еще и горячий. Что тут вообще происходит? Если вы вдруг встречаете, что зомбайн сражается с комбайном, то лучше уносите зомбайна, потому что от него проблем куда больше. Комбайн это буквально с 3 метров один выстрел зробовика. А зомбайн аж 4 или даже 5. Ой-ой-ой, какая тут зомби разогрелся. Да, пошли, по-моему, и альбиносы. Хавайте свою гранату, она мне не нужна. Да, дела идут просто как по маслу. Ой-ой-ой-ой-ой, по-моему, убил кого-то. Я слышал, где-то импульсными снарядами стреляли. О, черт. Да, вон он, дохлый лежит. Альбинос. Вообще, нам бы тут самые импульсные снаряды очень пригодились бы. Так, ну если мы сейчас где-то поверху по самому бегаем, то следовательно, мы должны найти спуск. Нифига себе, нифига себе, они раскидались. Хавайте гранатку. Ааа, да, в пустой потратил гранату, ну ладно. Так, вот туда вот лучше действительно бросить гранатку, так. Держи. Ну, хоть бы, ну... Обычно из гранатомета очень успешно получается уносить носильщика этого ядовитых хат-крабов. Оу, оу, черт. Алекс. Это называется после тебя? Гордон, ты цел? Да я цел, а ты как? Гоша, зомби! Блин, Алекс попала в беду, и она нам не поможет. Собственно, сейчас будет еще одна мини-головоломка. Успокойся. Проходим резко вот сюда вот. Отдвигаемся по этому мостику, который, кстати, опускается. Что за мяч? Я в течке, ну ладно. В общем, тут включаем электричество. Присоскам сейчас, которые держали язык в воде, придется на. Повторяйте. Отвали от меня. В общем, нам нужно, активировав вот этот вот электрический щиток, пройти до противоположной стороны. В любом случае, сейчас нужно выключить электричество. Так, где-то должен быть баллон. Да, вот он, баллон. Так. Баллон нужно... Да блин! Куда ты потащила мой баллон? Отдай баллон! Стой, говорю! Его нужно положить под... То ты... Покосе! Вот докопались за меня. Нужно баллон положить вот под этот мостик. Блин, гравипушка под водой работает. Неожиданно я что-то... Что-то даже запамятовал, что она под водой работает. Видимо, нахождение в А2О ей никак не мешает. И легко прыжками тут проходим. Вот такая несложная головоломочка. Первый раз тут проходил, очень сильно тупил и очень много хп терял. Как знает, как чувствует свои миски, опускает мерзкие. Можно сказать, прошли. Дорожненько. На самом деле, интересная головоломка. Тоже такого не было. Но, как мне кажется, ее в очень неудачный момент вставили. Все-таки тут только что была такая жесткая... Игла с зомби, и с солдатами Альянса. И тут бах, ни с того ни с сего, головоломка. На начальных этапах еще можно. Но тут как-то неуместно немножко смотрится. Ну ладно. Это не важно. Ну и сейчас будет кульминационная битва с зомби. В этом госпитале. О, гидовитый хедкраб. Точнее, носильщик. Придется его гранаткой накормить хавой. Аликс, отбегай. Бам. Я, если честно, думал, сейчас Аликс вынесу. Но ничего, она вроде нормально пережила взрыв. Гранаты ей вообще, походу, не вредят. Расставляем мины по периметру, по всему. И ждем, пока... Пока зомби не начнут рашить. Вообще, странно. Сделали, знаете, какой момент? Надеюсь, я на кого-нибудь там вынесу. То, что можно стрелять персонажей. То есть, ты как бы стреляешь персонажа, но им не вредишь. Это очень спорный момент. Вот, например, в Call of Duty подружественным персонажам стрелять нельзя. То есть, там просто блокируется спусковой крючок. Тут же почему-то этого не сделали. Даже во втором эпизоде это не реализовали. Может, это сложно, проблематично для этого движка. Таким образом, сматривали, писали программный код. Хрен его знает. В общем, все. Прошли эту довольно несложную битву. Осталось лишь только выбраться из госпиталя. О, нифига себе. Что тут за эксперименты проводили? Вот, аптечка есть. Отлично. Подзарядка. Почти что 100 костюмов и 100 хп. По-моему, у меня только в Цитадели держалось. За 100 хп, потому что там костюма было 200%. Так, ну и последний. Последний сложный этап в госпитале. В конце этого коридора стоят две тюрели, которые нельзя никак опрокинуть. То есть, если минку вниз кинуть, например, смотреть. Минку так накинул. Бесполезно. Они там чем-то удерживаются. Нужно подойти как можно ближе. И выдернуть шепсель. Когда отключится поле и тюрели пропадут. Ой-ой-ой. Такой злобный вышел. Ну че, че, кто тут че, че, почем, кто тут че. Его баф просто вынесли. Я все говорю про быстрого зомби. Как говорится, лихо фраера уделали. Так, че-то небольшой лаг был. Ничего страшного. Мы практически подобрались. Практически подобрались. В силовом поле... Ой-ой-ой. Так, ну все. Осталось выбить тот самый штепсель. Так. Нет, дробовиком его лучше не убивать. Попробуем гравикушкой. Нифига. Блин, пистолетиком. Все. Дорога свободна. Осталось обезвредить мин. Надеюсь, они потом сдетонируют на каких-нибудь комбайнов. Мы же покидаем больницу. Прикольный, довольно-таки сложненький экшеновый момент. Мне лично больница нравится этап. Но уж очень сильно она напоминает нового проспект. Очень много текстур оттуда взято. Ну, вообще, грех жаловаться. Итак, дорогие друзья, мы добрались до вокзала. Сейчас нам нужно отыскать барни. Так, заходим. Что у нас тут? Ага. Вновь мы видим советника. Видимо, они сами лично принялись следить за нашим героем. Что очень интригует. Да туалеты! Вообще, какая-то беспардонная камера. Так, что тут у нас? О, тут у нас ракеты. Да, вскоре они нам очень сильно пригодятся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...